Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Как и всегда, после выходных в понедельник мы разбираем события, которые имели место быть, если уж выходные такие состоялись, выходные. Если нет, то говорим о заключительном ходне недели минувшей, это, собственно, торговой сессии пятницы, и говорим о тех отчетах, которые были опубликованы именно в этот день. Друзья, сразу хочу сказать, что эта неделя обещает войти в историю волатильности. Может быть, для кого-то покажется это несколько преувеличенным суждением с моей стороны, но я все-таки попробую аргументировать свою позицию тем, что мы действительно можем столкнуться с очень динамичными движениями финансовых инструментов, потому что мы фактически на пороге развязки ситуации вокруг Брекзита. Мы ждем окончательного голосования в Палате представителей, в Кабинете министров правительств, скажем так, в парламенте Англии по соглашению о Брекзите, вот этого нашумевшего, очень затянувшегося и крайне волнительного бракоразводного процесса, который с некоторых пор идет между Европейским Союзом и Англией. Завтра это голосование, друзья, завтра кульминация, момент X и, собственно, понимание того, как мы будем действовать дальше по британской валюте. На протяжении не только прошлой недели я делал большой акцент на то, что это событие будет крайне важным. Друзья, я думаю, что те из вас, кто действительно спекулирует британцам, те из вас, кто следит за фундаментом, знают, насколько это событие важно. Поэтому, может быть, комментарии о том, что мы ждем серьезное движение по фунту, они являются, может быть, даже и совершенно неуместными, потому что это очевидно для всех. Поскольку речь идет о Брекзите, одном из важнейших политических событий всей мировой экономики, безусловно, в движение придут инструменты не только фондового рынка Англии, не только фунт. Лихорадить будут все площадки. Помимо Брекзита мы ждем еще и продвижения в вопросе очевидного конфликта между Еврокомиссией и Италией, действительно проекта, итальянского бюджета. Ну вот, я думаю, вы могли уже заметить то, что европейская валюта довольно неплохо закрыла, завершила прошлую неделю. Сейчас пара евро-доллар находится на отметке 1.1426 и что-то позволяет, опять же, главному валютному риску сейчас прибавлять все стоимостные поздницы. Кто-то считает, что, опять же, этот локальный рост связан с тем, что в конце прошлой недели итальянское правительство сообщило о том, что они, вот, собственно, завтра представят пересмотренный проект бюджета, который позволит им избежать дисциплинарной процедуры. Ну, могли бы, конечно же, и отложить на другой день. Не знаю, почему все-таки было решено сделать это 11 декабря, то есть во вторник, когда и без того все рынки будут в крайне нервозном состоянии из-за ситуации по Брекзиту. Ну, видимо, были какие-то причины, поэтому, друзья, завтра у нас что-то серьезное, опять же, намечается по движениям. Если вы вообще еще не спекулировали, если вы продолжаете искать точки входа, я советую, опять же, покурить пока что в сторонке и не лезть в рынок, подождать, ну, как минимум, торговой сессии среды, когда все должно частично устакавиться. Если хочется рисковать, ну, тут нужно идти, друзья, ва-банк в расчете на то, какой сценарий вы приемлете наибольшим образом. Либо позитив по Брекзиту, покупайте фунт, либо негатив по Брекзиту, продавайте фунт. И то же самое, собственно, и с европейской валютой, хотя я даже сомневаюсь, сможет ли итальянская тема, бюджетная тема, конкурировать с темой по Брекзиту. Поэтому завтра будет очень трудно в моменте отследить, что же провоцирует мощную динамику европейской валюты. Хотя я предположу, что все-таки ситуация вокруг Италии несколько померкнет в свете подробностей по Брекзиту. Но неважно, какой из этих фундаментов станет основным катализатором для рынка, важно то, что нам есть на что ориентироваться, нам есть что ожидать и будет, что, друзья, с вами вместе обсуждать. Именно мы этим и занимаемся. Сегодня в рамках торговой сессии, на что можно обратить внимание, статистика по Англии в 12.30 по московскому времени, промпроизводство и темпы экономического роста. Но для того, чтобы получить еще, скажем, несколько отчетов и сформировать более четкую картину о текущей экономической ситуации, этих релизов может быть достаточно. Но повлияет ли эта статистика на движение британца? Я думаю, что нет. Сейчас участники рынка будут как раз в предвкушении уже сейчас на финишной прямой того, успешно ли будет голосование по документу Терезы Мэй в правительстве Англии. Собственно, по основным ключевым событиям мы уже поговорили, по статистике прочей, по штатам поговорим, друзья, чуть позже. Хорошо, что во вторник мы не ждем важных отчетов по США. У нас будут релизы по индексу потребительских цен, но это уже ближе к концу недели, в среду. То есть, в данном случае мы сегодня с вами живем ожиданиями того, что произойдет с рынком дальше. Завтра, точнее, завтра мы будем именно наслаждаться чрезмерной волатильностью. Друзья, ну это действительно так, что волатильность рискованная штука. Но с другой стороны, волатильность это мощное движение. И, будучи спекулянтами, мы понимаем, что, вероятно, это та самая ситуация, когда риск это благородное дело. Поэтому, возможно, друзья, если вы уже четко примерили на себе позицию либо оптимистов, либо пессимистов, может быть, стоит рискнуть, как я уже отметил, и завтра провести довольно агрессивный тренд в расчете на то, что вы попадете в цель, и вы верно спрогнозируете изменения новостного фона. Я буду, собственно, озвучивать, продолжать свои позиции, но чтобы далеко от фунта и евро не отходить, я повторюсь, друзья, то, что оба этих инструмента, в частности, исходя из моего субъективного предположения, должны стоить все меньше и меньше, в частности, и фунт, и евро должны развивать мощную нисходящую динамику. Ну, давайте теперь чуть подробнее. Нефтянка нас продолжает, в принципе, радовать. Мы оттолкнулись от донных уровней, хотя донных уровней только лишь в локальной перспективе. Ну, какое-то время мы походим рядом с текущими значениями, поэтому, уверен, будем переписывать еще более глубокие ценовые значения. Хай, торговая сессия пятница, 63.67, сейчас бренд торгуется на отметке 62.06. Соответственно, до нашей косрочной цели мы не добрались. Она у нас находится на отметке 65 долларов за баррель. Но, друзья, пока эту цель давайте держать. Я уверен, что прежде чем рынок вернется к оправданным, таким железобетонным аргументам с оценкой на долгосрок, и поймет, что рынок нефти обречен на еще большее снижение, на рынке будут еще преобладать спекулянты с хорошими деньгами, которые будут стараться еще откупить в расчете на то, что соглашение и итоги встречи ОПЕК+, заседание ОПЕК+, прошедшего в конце прошлой недели, сможет отчасти, может быть, даже иным образом, изменить и повлиять на проблему чрезмерного предложения и, в конце концов, сформировать новый бычий тренд. Сразу хочу сказать, друзья, нового бычьего тренда в долгосрочной перспективе я не вижу. Рынок будет дешевле 50 долларов за баррель, но пока что, повторюсь, краткосрочная цель именно в расчете на то, что нужно еще поработать с локальным позитивом конца прошлой недели, я допускаю то, что рост может продолжиться, цель, в принципе, уже обозначена. А теперь по итогам, собственно, заседания, их мы ждали еще в четверг. Ну, видимо, изначально понимая, насколько тяжелыми будут переговоры, представители ОПЕК еще в четверг дали нам понять, точнее даже, прошу прощения, в среду дали понять после встречи технического комитета о том, что основное голосование пройдет в четверг, но если соглашение не будет достигнуто, можно будет захватить еще и пятницу, чтобы обсудить так, ну, самое главное, что рынку нужно дать решение до конца этой недели. В четверг, как вы помните, соглашения не было, и в пятницу рынок тоже весь день ждал, для чего же договорятся представители ближневосточного карты. Сразу хочу отметить, друзья, почему я долгосрочно скептик в отношении нефти, потому что мы с вами изначально прорабатывали все сценарии и пришли к выводу о том, что предложение, которое является чрезмерным гиперпредложением на рынке черного золота. Проблема, вот эта очевидная, она может быть решена только в том случае, если страны ОПЕК+, согласуют необходимость солидарного совокупного снижения добычи на 1,4 миллиона баррелей. Соответственно, этот прогноз был отчасти озвучен еще Ираном, тоже Иран также позначил довольно пессимистичные цели, если такую цифру не согласуют цели по бренду в будущем на отметке 40 долларов за баррель. И все более-менее знакомые ситуации на рынке нефти, безусловно, стали ждать, какую же цифру, вот согласуют. И в пятницу, буквально за несколько часов до закрытия торговой сессии на рынке пришла информация о том, что страны ОПЕК согласовали снижение объема добычи, но на цифру на 200 тысяч баррелей ниже, чем ту, которую нужно было действительно определить для будущего снижения добычи, чтобы решить проблему чрезмерного роста предложения. Вместо 1,4 миллиона максимум, на что пошли участники энергетического пакта и страны, которые, пакта, я скажу, Содружество страны ОПЕК плюс, это снижение на 1,2 миллиона. Страны ОПЕК возьмут на себя по снижению коррекции 800 тысяч, а остальные, собственно, 400 тысяч будут приходиться на участников вне ближневосточного картеля. Ну, понимаем, что львиная часть, конечно же, сразу же отходит России. Иран, Венесуэла, Ливия из-за довольно специфических политических, экономических условий освобождены, собственно, от участия, от необходимости в сокращении добычи, потому что производство и так просело уже очень сильно в этих регионах. Поэтому мы ориентируемся, друзья, только вот на показатели 1,2. Как это будет реализовываться на самом деле? Собственно, убрать с рынка 1,2 миллиона необходимо в перспективе ближайших, ну, было заявлено, то, что этот объем уберут в перспективе ближайшего полугодия, 2019 года уже. То есть 6 месяцев на это понадобится. Очень будет интересно, друзья, наблюдать в дальнейшем за отчетами и ОПЕК, и Международного энергетического агентства, и поглядывать за статистикой администрации энергетической информации о том, насколько выполняются вот эти условия сделки. Я уверен, что темноты будет очень много, статистика будет лукавой. В конце концов, мы с вами, будучи медведями, не раз еще убедимся в том, что вот эта коррекция на 1,2, это, знаете, для того, чтобы просто отделаться от всех болеющих вроде бы за то, что происходит на рынке нефти. Это то, что кинули в средства массовой информации и якобы подтвердили от страны ОПЕК свою позицию как организация, которая следит за балансом на рынке черного золота, за балансом спроса и приложения. Но все равно там все упирается в деньги. И в конце концов, те страны, которые сейчас согласовали объем добычи, просто осознают через пару месяцев, что на котировки нефти особо это соглашение никак не повлияло. При этом им приходится теперь добывать нефти меньше. И на рынке есть другие игроки, которые пользуются вот такой позицией, такой сделкой, с таким соглашением как ОПЕК+, для того, чтобы получать все больше и больше рынки избыта для себя, то есть реализовывать идею свою международной экспансии. Я тут мягко говорю, если вы не поняли, намекаю на США. И в доказательство того, что Соединенные Штаты Америки в данном случае являются, наверное, самым большим победителем от всех этих соглашений. Это то, что на текущий момент вы знаете, сколько нефти добывается в Штатах. Кстати, вот интересное наблюдение. В 2016 году, по-моему, в начале 2016 года, Штаты добывали чуть больше 3 миллионов баррелей, и сейчас, как вы знаете, почти 12 миллионов. В прошлом месяце экспорт нефти из США достиг рекордного показателя и составил 3,2 миллиона баррелей. Это очень много, друзья. Это явно говорит о том, что Штаты не просто так увеличивали добычу для того, чтобы забивать свои стратегические резервы. В Штаты у США был конкретный четкий план действий по завоеванию, собственно, всего глобального рынка. И страна ОПЕК, безусловно, видит это через какой-то период времени, через квартал, может быть, даже меньше. Риск того, что они потеряют еще большую долю глобального рынка из-за тех же самых США, заставит, собственно, страны нефтяного картеля либо поднимать вопросы о том, чтобы вообще прекратить действия соглашения по снижению добычи, либо идти там на всевозможные вхищрения, уловки, но давать рынку не те цифры, которые есть на самом деле. Но мы будем стараться найти реальные показатели, как мы это делали на протяжении последнего времени. И эти реальные показатели будут указывать, друзья, на то, что нефти в мире становится все больше и больше. Поэтому, возвращаясь к краткосрочной цели, 65 долларов ждем на остаточном позитиве, потом разворачиваемся и ловим нефть уже гораздо ниже. Рубль 66.40, сценарий декабрьский у нас не отменяется, как минимум 68 мы должны увидеть. Евро против доллара, сразу хочу сделку предложить. TSL лимит с отметки 1.14-1.60, европейская валюта почему будет снижаться? Потому что я все-таки не верю, что Италия действительно пересмотрит проект бюджета в соответствии с критериями, которые необходимо учитывать при пересмотре собственный документ. Вряд ли доведут до нормативов всех стран Европейского Союза, то есть до 2%. Что-то будет еще интересное. Поэтому я все равно склоняюсь в пользу того, что дисциплинарной процедуры им не избежать. Тема с итальянским бюджетом это только одна сторона медали. Скажем так, это лишь верхушка айсберга. Есть куда мощное основание негатива, друзья. Это мощное основание определяется потенциальным таким же негативом по Brexit, который аукнется и на курсе европейской валюты. И также я продолжаю настаивать, друзья, на том, что мы сейчас должны быть крайне бдительны перед заседанием Европейского Центрального Банка, который состоится уже в этот четверг. Бдительны с точки зрения того, что нужно быть верными прежней позиции, в соответствии с которой Европейский Центральный Банк будет вынужден все-таки признать важность еще сохранения мягкой экономической политики. Вопрос, в каком формате эта мягкая экономическая политика будет. С одной стороны важной, с другой стороны неважной. Мягкая политика, скажем, регулятора, она и в Африке мягкая политика. Регулятор. Я допускаю, что все-таки программы количественного смягчения свернут. Но параллельно, к примеру, ничего не стоит и не возбраняется, скажем так, Европейскому Центральному Банку сообщить о новом, новой программе ТЛТРО, когда, собственно, банкам снова будут предоставлять дешевую ликвидность. Ну, другими словами, снова будут закачивать деньги в экономику, как это наблюдается уже с 2016 года. Кстати, лучше, скажем, с конца 2015 года за этот период экономику было влито через покупки облигаций больше 2 трлн евро. И это, конечно же, было необходимо, потому что в противном случае мы бы не видели текущее значение сейчас по инфляции на тех уровнях, на которых мы наблюдаем. И второй момент, почему я абсолютно уверен в том, что Европейский Центральный Банк не позволит себе сейчас не прибегать к разным инструментам мягкой экономической политики, и почему Европейский Центральный Банк не повысит процентную ставку. Посмотрите на статистику, друзья. Промышленное производство Германии минус 0,5%. Если вас не интересует статистика отдельно по регионам, пожалуйста, темпы экономического роста еврозоны просили с 1,6% до 1,5%. Очень большой вопрос, даже риторический, на фоне такой статистики, будет ли Европейский Центральный Банк повышать процентные ставки. Ну, если Драги с кем-то поспорил, только ему нужно это сделать, потому что иначе он потеряет свои деньги. Ну, возможно, и да. Если же все-таки Драги пекется о будущем еврозоны, и об экономической стабильности является гарантом, поскольку это его мандат того, чтобы сделать все, чтобы заботиться и думать о перспективах экономического роста, взвешивая все локальные трудности, проблемы, неопределенности, конечно же, сейчас ни в коем случае нельзя повышать процентную ставку. Я вообще, друзья, не понимаю, как можно еще быть уверенным в том, что Европейский Центральный Банк начнет ужесточать политику через рост процентных ставок. Ну, мне это совершенно непонятно. Поэтому по евро я сохраняю короткие позиции, по фунту повторяю. Друзья, что сейчас нет смысла говорить о том, что произойдет с британцем через несколько часов в прямом смысле. Ну, хорошо, завтра. Потому что, ну, никому это неизвестно. Настолько серьезный событийный риск, который может привести к пробою планки 1.25, точно так же, как и к пробою сопротивления, уже не поддержки 1.25, а сопротивления на отметке 1.30. Завтра у нас момент истины. Но я еще раз напоминаю, что негативная оценка очень низких шансов того, что соглашение по Брезиду пройдет и, скажем, будет обсуждаться в позитивном ключе. То есть это соглашение примут, за это документ проголосуют. Вероятность этого крайне низка. Очень очевидна критика в адрес ТРЗМ со стороны оппозиции. И я уверен, что оппозиция завтра проявит себя во всей красе. Поэтому цель, друзья, по фунту 1.25. Доллар иена. В целом здесь ситуация не меняется. Тоже 112,50 мы видим котировки. Статистика разная. Производительность труда выросла до 2-3%. Один из максимальных показателей за последние полгода. Активность ISM в сфере услуг выше 50, далеко, то есть сектор восстанавливается 67, показатель. Джером Пауа выступал на прошлой неделе. И очевидные новые, хотя всем известные уже сигналы о том, что раз ситуация на рынке труда складывается таким образом, то ставки нужно повышать дальше. Пятничная статистика по Non-Farm Perils по количеству новых рабочих мест. Есть разочарование, 155 тысяч, но при этом оценка общего уровня безработицы средней заработной платы позволяет говорить о том, что негатив не такой уж и негатив. Вроде бы как есть и позитивная тенденция. Я, друзья, предлагаю держать длинные позиции по доллару, предлагаю ждать заседаний Федрезерва и, как и раньше, ни в коем случае не мудрить в расчете на то, что ФРС не поднимет процентную ставку. Поднимет, поэтому доллар лишь ждет своего часа, чтобы оказать давление и против защитных конкурентов. Сделку предлагаю по доллару и иене, по лимит с отметки 112.10. А, кстати, по фунту против доллара сделка с целый лимит с отметки 1.27.90. Австралиец против доллара 0.72.23. То есть, снижаемся, все неплохо, замечательно. Уже мы ушли с максимумов в районе 0.74. Две фигуры отбили и ждем пару, как раньше, на отметке 0.70. Надеюсь, что до конца этого года, друзья, станем ближе к этому уровню, потому что очень долго уже эта сделка тоже маячит, висит постоянно, хотя фон в целом не очень-то и меняется. Мы постоянно возвращаемся к лиц. Остается счастливого сайдера. Доллар канадец, ну, собственно, восстановление нефти, которое мы наблюдали в конце прошлой недели. Определенная риторика еще и Банка Канады для кого-то является еще причиной, за которой можно сделать ставку на покупку канадского доллара. Наверное, самый важный аргумент, почему канадцу нужно держать в длинных позициях, потому что у нас есть опыт, который идет от 2016 года, когда сравнивая ситуацию на рынке нефти и оценивая стоимость национального канадского сырьевого инструмента, с курсом мы сможем убедиться в том, что сейчас канадская валюта крайне, скажем, недооценена, примерно на 10%, и есть вот позиция, корма сакс не исполняется, что на протяжении первого квартала канадец будет навесывать эти упущенные позиции и стремится восстановиться на 10%, но вы понимаете, что это около полтысячи пунктов, которые нужно сделать канадцу против американского доллара. Но я еще раз повторюсь, и вы знаете, что настолько устал торговать канадцам, что лишь озвучиваю просто без какого-то энтузиазма то, что такие ожидания на рынке есть. Может быть, эта информация будет полезна кому-то из вас, кто еще торгует и спекулирует канадцам. Мне она уже не интересна, друзья, потому что я также был абсолютно уверен, что канадец сможет вырасти еще на решение Банка Канады поднять процентную ставку больше месяца, до 1 сентября. ...85, но канадец никак не отреагировал. И сейчас ловить вот эти, скажем, факторы, искать их, которые должны все-таки реанимировать интерес к канадскому доллару, я уже этим не занимаюсь, друзья, поскольку канадцам я уже не торгую. Но еще раз повторюсь то, что знаю, для многих из вас этот инструмент по-прежнему является одним из целевых, которыми вы спекулируете. Спекулировать, поэтому без информации я вас, конечно же, не оставлю. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели, текущей торговой сессии. Давайте друг другу пожелаем удачи, потому что завтра у нас очень важный, крайне важный, насыщенный день. Завтра мы с вами увидимся, как и всегда, с утра еще поговорим, может что-то изменится по ожиданиям. То есть вы будете точно в курсе всего самого интересного на площадках с точки зрения фундамента. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова